Продолжение следует... Республики Кыргызстан, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Швеция обсудили наиболее спорные и актуальные на сегодняшний день вопросы. Говорили о том, что реально ожидается в недалеком будущем и куда повернулся объектор медицины и научных исследований. Все врачи говорили о том, что тема интересная, что они для практического врача животрепещущие. Собственно, это было направление на дифференциальный диагноз и особенности лечения, нюансы лечения, нюансы рекомендаций, которые должны быть понятны практическому врачу. На самом деле, те основные сведения, которые получают врачи, они зачастую не соответствуют тем нюансам, которые есть в жизни. Здесь это все было разъяснено. И с одной стороны, таким образом врач получает инструмент, определяемый отечественными рекомендациями, европейские рекомендации. С другой стороны, понимает, как это преломить в реальной практике. В начале конференции были подведены итоги работы терапевтической службы Нижегородской области. Врачей, внесших весомый вклад в развитие, наградили почетными грамотами Евразийской ассоциации терапевтов. Далее, в ходе пленарного заседания специалисты ознакомились с методами профилактики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью артериальной гипертонии. В рамках конференции презентовали завершенные и завершающие регистры, выполненные по ДГД Ассоциации. Международные российские проекты, направленные на изучение эпидемиологической обстановки в странах Евразийского континента, представили научно обоснованные программы по оценке коморбидности, эффективного лечения причин госпитализации и их исходов у пожилых людей и новые реалии профилактики старения. Данные программы позволят этим категориям граждан продлить активное долголетие. Было очень много нового интересного. Пациентов таких много. И именно пациенты пожилого возраста обращаются и в поликлиническое звено, и не только к терапевтам, но и другим профилям. И идут общие фразы и отправление пациентов, ссылаясь на их возраст. И в данном случае вы показываете, что на это можно влиять и есть определенные методики. Это очень важно, это очень нужно, поскольку пожилые пациенты всегда будут. Программа конференции более чем насыщенная. Лекции, мастер-классы от ведущих специалистов стран, участниц Евразийской ассоциации терапевтов, а также конкурс молодых ученых. Все это в течение двух дней. Инновацией в этот раз стала 3D-сессия. Как ее еще называют специалисты, скоростная сессия. В Российской Федерации симпозиум впервые проводится в подобном формате. Она казалась очень актуальной для России и страны СНГ. Ведь там были реальные вопросы от реальных врачей, на которых нет очевидных ответов. Вопросы очень четкие. Ну, например, смотрите, что такое полипил? Можно ли дать антагонист кальция для решения вопроса замедления скорости развития атеросклероза? Как рассчитать риск? Вопросы конкретные. И на конкретный вопрос конкретный ответ. Я как педагог, который много лет преподаю в высшей школе медицинской терапии, могу вам сказать, что конкретный вопрос и конкретный ответ – это очень важно для усвоения базовых знаний. Это фундамент педагогической деятельности. Поскольку любой симпозиум, любой конгресс несет просветительскую роль, поэтому такая инновация, вот такая сессия, она имеет очень большое значение. Врачи, как правило, стесняются задавать вопросы, поэтому зачастую уходят без полученных ответов. 3D-сессия позволила задавать вопросы с глазу на глаз лектору, что значительно облегчило задачу. Затем все перешло в дискуссию. Вторая часть такой сессии – это 10-12 столов, за каждым из которых стоит лектор, ему подходят и задают вопросы. Вот преодолеть психологический барьер гораздо проще, когда ты с глазу на глаз задаешь такой вопрос. Посмотрите, сколько сегодня докторов сочли возможным подойти и задать вопросы. Разве вы видели когда-нибудь в зале, чтобы люди задавали в таком количестве вопросы? Нет. Такого нет. Поэтому это очень важная инновация. Вообще публика Нижнего Новгорода, учитывая нашу близость к Москве, достаточно искушенная. И поэтому новые технологии, они всегда приветствуются. И я думаю, что мы возьмем вот эту технологию тоже на вооружение и, возможно, в каких-то конференциях тоже ее попробуем использовать. Мне, конечно, мне очень понравилось. Это очень интерактивно. И понравилась как раз возможность лично задать лектору вопрос. И идет разбор именно актуальных вопросов, что немаловажно, поскольку они старались это объяснить максимально доступным языком. Это очень важно, очень приятно, поскольку каждый мог задать вопрос именно как он его видит. И лектор пытался донести до каждого интересующий вопрос. Короткая сессия позволяет точечно говорить о конкретных вещах. Сессия вопросов и ответов позволяет врачу раскрепоститься и задать тот вопрос, который он может не всегда задать именно из зала. Плюс у каждого лектора есть своя позиция, есть своя точка зрения, это разный голос, разные представления своих кафедр. И это всегда интересно. Это то, что привнесло сейчас в эту сессию интерес. Данная платформа взаимодействия создает условия для активного участия профессионального сообщества, формирования и реализации современных программ непрерывного медицинского образования, выполнения научных исследований и внедрения в клиническую практику новых методов диагностики и лечения. Проект позволяет обменяться опытом и объединить специалистов всех стран. Для удобства она транслируется в онлайн-режиме на все страны евразийского континента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова